Шалом! Я думаю, что самое большое испытание для лидера описывается в Торе в лице Муше. После создания золотого тельца Бог говорит ему, я этот народ уничтожу, и от тебя пойдет другой народ. Хорошие люди. То есть мы создадим с тобой новый социум. Знаете, как обычно у кого-то есть бизнес, компания, и человек понимает, что все, дальше он не может идти. Он должен обязательно ее закрыть, всех разогнать и создать новый какой-то бизнес, успешный более и так далее. Муше был испытан Творцом, и Муше не подкачал. Он говорит знаменитую фразу, если ты уничтожишь этот народ, сотри меня из своей книги. Чем руководствовался великий менеджер еврейского народа Моисей? Две вещи, которые невозможно не заметить. Первое. Попытаться довести до конца то, что он начал. Да, над тобой Всевышний. Всевышний может все. Но так просто бросать то, на что положена жизнь. И второй фактор очень важный. Это любовь к человеку. Моше любил свой народ. Каждого из них. Он не упоминает и не говорит Богу, знаешь, что сохрани моих детей, мою семью, все остальное пусть уходит в сторону. Нет. Он говорит за всех, потому что он был ответственен за всех. Всевышний говорит Моше, хорошо, продолжай. Потому что испытание было не только какими-то личными амбициями Моше. Я продолжу, я дойду до конца, я, я. Нет. Он хотел сохранить этих людей. Сегодня перед многими руководителями, лидерами, хозяевами компаний стоит вопрос. Что-то закончить и начать новое? Или, может быть, продолжить? Но очень важный вопрос, который должен быть здесь. Что будет с теми людьми, которые тут работали? Что будет с ними, с их семьями? Ведь Бог доверил вам этих людей. Это же не просто так вы открыли компанию. Человек ошибочно считает, что если он открывает что-то, связанное с людьми, и Бог тут, как говорится, ни при чем. Бог только в синагоге, он ошибается. Всевышний вручил вам в руки быть ответственным за этих людей. И не важно, кто у вас работает. От топ-менеджера до уборщицы, которая где-то там убирает. Вот за этих людей вы ответственны. Бог через вас дает им зарплату. И, может быть, весь продукт, который вы выполняете, вы выпускаете, продаете, любая вещь может быть только для того, чтобы сохранить этих людей и дать им возможность заработать в этом мире. Поэтому вот этот человеческий фактор, он должен стоять на первом месте. Это поможет нам с Божьей помощью принять правильное решение. Шалом, шалом.